Меня зовут Ринат Томеев, я инженер-проектировщик. Юрий Юрьевич, у меня к вам вот такой вот глобальный вопрос. А какая идея вообще может объединить человечество, чтобы не калашматить друг друга, а объединиться, там, вдруг завтра или послезавтра какой-нибудь астероид прилетит, и нафиг нас всех... Хороший вопрос. Анекдотом, можете ответить? Не анекдотом, но поймите правильно. Вот если бы я мог взять и вот так вот вбросить идею, которая вдруг объеднит человечество, я как минимум был бы уже главой какой-нибудь, может быть, тоталитарной секты. Это точно, наверное. Но, наверное, это не так легко вот так вот взять и вбросить идею, чтобы все вдруг взяли ее и подхватили. Может быть, для этого нужно писать много трудов, как Маркс и Энгельс. Ну или Полом Маккартни. Может быть, для этого надо... Ведь смотрите, когда Ленина где-нибудь в 1903 году спрашивали, какая идея может объединить, и он отвечал, могли серьезно отничтожить, могли посмеяться. То есть дело не в том, чтобы я ее сейчас сформулировал, а дело в том, какая идея сможет быть реализована в рамках осмысления нами с вами нынешнего тупика западной цивилизации. В чем тупик западной цивилизации? Западная цивилизация достигла фантастических успехов, в том числе в самоуправлении. Достигла фантастических успехов в социальном контроле. Они достигли фантастических успехов экономических. И вдруг уперлись в то, что не очень понятно, для чего жить. Почему? Надо купить бассейн с проточной водой. А в это время глобальные манипуляторы стали искать, а через что же можно разрушить эти величайшие социальные достижения западной цивилизации? Через что? Они же достигли этого. Через что? Социализм и солидаризм. Социализм и дробь и солидаризм. Через фантастическую степень солидарности они достигли всего этого. Так? Значит, нужно разрушать это. Какие первичные ячейки солидарности можно разрушить? Дружбу, любовь, семью. Это ключевые ячейки, где формируется навык дружбы и солидарности. Разрушая это, атомизируя это, мы можем превратить их снова в покорное стадо. И этот процесс мы сейчас наблюдаем. Разрушение семьи надо рассматривать не с точки зрения межполовых отношений, а с точки зрения разрешения базисной ячейки, где формируется способность жертвовать своим ради другого. То есть, с учетом времени, отвечая на вопрос, вы предлагаете контр-тезу какую? Значит, есть такой термин «потреблятство». Знаете такой термин. Значит, хочешь, не хочешь, противопоставить ему можно только коллективную, социальную жизнь с каким-то созиданием. Понятно. Общее созидание, хоть в кружке рисования, дает человеку счастье и развитие больше, чем общее потребление. Но это слишком банальная идея, чтобы ее сейчас подхватили массу. Сейчас, я... Спасибо.